Здравствуйте, уважаемые любители юмора! Благодарю вас за внимание! Большое спасибо всем, кто делился моими видеороликами и ставил оценки в социальных сетях. У меня большая просьба ко всем, кто имеет желание послушать этот ролик и может перейти на YouTube. Перейти, как показано здесь, и послушать этот ролик там. Регистрация там для просмотра не требуется. Надо мне набрать до 20 февраля 4000 часов просмотров на YouTube. В социальных сетях столько уже, наверное, есть. Но, как я понимаю, далеко не многие могут перейти на YouTube. Многие из-за того, что с телефона, многим не позволяет браузер или другая причина. Мне неловко беспокоить вас с такой просьбой, но приходится. Если поможете, выкоропаюсь быстрее. Если не сможете, наверное, не до видео будет. Придется начинать сначала и учиться чему-то другому. Заранее всем благодарен. Больших успехов вам во всем, в чем сами хотите, и крепкого здоровья на следующие годы! Жена попросила мужа выкупать сына. Отец, чувствуя ответственность за это, спрашивает маленького сына, который барахтается в воде. А ну как, сынок, тебе нравится? Я это делаю не хуже мамы? А да, папа, мне нравится. Только мама перед этим сначала снимает с меня бутинки и носки, да и вообще разливает. Едет новый русский на джипе, смотрит двое жлоба, влочит третьего. Устанавливает, спрашивает, а что случилось? А те говорят, да вот брат Мерс в автосервис сдал, учим ходить. Открыли магазин, в котором все есть. Один подходит, спрашивает, два килограмма крокодилев хвостов. Пожалуйста. Другой подходит, спрашивает, полкилограммов языков бурндуков. Пожалуйста. Третий мужик решил прикольнуться, спрашивает, а извести мне, пожалуйста, два килограмма ни хрена. Продавец удивился, но позвал директора. Директор говорит, а я этого покупателя сам обстужу. Завел его в подвал, свет выключен и спрашивает, а что ты видишь? Ни хрена. Ну вот, здесь как раз два килограмма, бери и пошли в кассу. В зоопарке экскурсовет объясняет, справа вы видите самца гориллы, а слева вверху самка гориллы. Возьми спрашивает, а где сама горилла? Подписываемся. Каишчик устанавливает машину, которая превысила скорость. А почему вы превысили скорость? Так, водитель говорит. Я очень спешу. Мы с друзьями отмечали Новый год. Мы задержались. Каишчик говорит. Но сейчас же на дворе май. Вот поэтому и спешу. Звонок в дверь. Муж матерясь идет открывать. На пороге стоит мужик. Очевидно, податый. Друг, пойдем со мной. Тут рядом поможешь меня толкнуть. Ты мужик охранял, что ли? Три часа ночи. Иди кого-нибудь другого спаси. Муж ложится опять в постель. Жена спрашивает. Кто приходил? Да, какой-то козел застрял. Пошел его толкнуть. Я его послал. Ты просто зверюга какой-то. Помнишь? Как будто нас мотор заглох. Да под дождем. И нас какой-то парень целый час толкал. Ты что, человека выручить не сможешь? Муж опять матерясь вылазит из постели. Удевается, выходит во двор в полной темноте и кричит. Мужик, ты где? Из темноты. А здесь. Иди сюда. Да где здесь? Ну здесь, на качелях. В ответ заходит человек с собакой и заключает с посетителями пари, что его пес сейчас будет разговаривать. Но собака молчит. Человек оплачивает пари и уходит под общий хохот. Из-за тебя я проиграл уйму денег, говорит хозяин собаки. Почему ты не заговорил? Чудак, отвечает пес. Сколько денег ты загребем завтра? Дед на 419-м в «Москвиче» въехал в BMW X5. Выходит, братки. Ну, дед, ты попал. Ребята, у меня сын, директор птицефабрики. Дайте мобильник, я ему звякну. Он приедет и все уладит. Умозговали, типа, сейчас директора птицефабрики, бабки поимеем. И дали деду мобильник. Он отзвонился, опрессовал ситуацию, ждут. Через 10 минут подлетают 10 турнированных грузаков. Из них 10 парней мордой об асфальт прикладами добивают бомбу. С одного из автомобилей выходит парень и говорит деду. Папа, сколько раз тебе говорить? Я не директор птицефабрики, а начальник подразделения «Беркут». В редакции влетает запыхавшаяся журналистка. Вот, придумала. Вчера в центре города инопланетяне, спустившиеся с небес на золотых драконах, похитили непьющего сантехника. Редактор говорит. Ну, я понимаю, что борьба за тираж и того, и того дальше. Но непьющий сантехник, кто же в это поверит? У меня проблемы с алкоголем. Какие? Он закончился. Вот будешь меня убежать, пойду на курсы, как стать стервой. Предводавателем. О, а у тебя деньги есть. Давай пропьем. Не могу, надо Жене на 8 марта подарок купить. Да? А когда у нее 8 марта? Да. Ну что, пойдем мажем. Не могу, я совесал. Ну и как в самочувствии? Никак. Печень холостую работает. Вам придется или бросить пить, или распрощаться со зрением. Эх, придется наливать на ощупь. Новый русский штат конкретно забухал, шернулся, вышел на дорогу ловить такси. Таксист негр спрашивает. Вам куда? Новый русский говорит. А подброс до Москвы? Таксист говорит. Это ж ты, ты что офигел? Это же Россия. Новый русский открывает кейс с бабками. Таксист говорит. А вам куда, митингов, авиаторов или до новой южки? Как ты празднуешь свои победы? Бухаю. Но ты же всегда бухаешь. Ну, потому что я по жизни победитель. Ты что будешь пить? Пиво? Вино? Коньяк? Водку? Да, пожалуй, в таком порядке и буду пить. А где можно бюджетно отметить ценуождения? Да, карандашом в календаре. Отец ругает сына. Как хочешь, но я тебе больше денег не дам. После того, как ты женился на этой кикимуре, ты для меня умер. Ну, тогда дай денег на погребение, говорит сын. Какая твоя самая крупная покупка в последнее время? Ланос в том году купил. Хе, стиральная машина, наверное. Пивка, три бутылки. И это большая сумма? Ну, так литровых же. Девушка спрашивает у матери. Мама, можно я пойду погуляю? Мать говорит. Как? С этой дырочкой в коготках? А нет, с сыркой с пятого этажа. На перекрестке, при красном свете, светофора стоит Мастердес 600, затонированный. У него сзади врезается запрожец. Выходит, рожащий пенсионер, подходит, начинает объяснять, что, мол, ничего не хотел, от работы только не убивайте. Из Мастердеса никто не выходит. Потом опять повторяется, опять никто не выходит. Уже давно горит зеленый свет. Пенсионер садится и удирает. Открывается дверца и выходит новый русский, здоровенный. Выплевывает какую-то тряпку и говорит. Тву, блин. Пока воздушную подушку безопасности прорез, лоха упустил. Петруха, вы прям такой худенький. Что вы грушаете? Да, все то же самое, что и вы, Мартона. Только на пол ведра меньше. А тебя, учителя, после ответа задавали дополнительный вопрос? Да. А, спрашивали, ты что, дебил? Двое судятся в суде. Один переехал другому ногу. Встает адвокат потерпевшего и говорит. Мой потерпевший требует возмещения ущерба в размере 100 тысяч долларов. Тут скакивает обвиняемый и говорит. Ты что, думаешь, что я миллионер? Тут скакивает потерпевший и говорит. А ты что, думаешь, что я сороконожка? Джон обратился к профессору, студенту из Аклахомы. А скажите, пожалуйста, как отличаются засухи в вашем штате? Джон говорит. Когда в нашем штате появляется засуха, то косяк рыб, поднимающийся вверх по течению, поднимает столбой пыли. Родила стройня. Соседи спрашивают их семилетнего брата, как назвали малышей. Он говорит. Я точно не знаю. Если я правильно понял, когда отец говорил по телефону, их назвали, ну ни фига себе. Мужк рассказывает отцу. Оказывается, земля замедляет свое вращение. В течение года замедляется на одну секунду. Отец говорит. Я же вам говорил, что не шаркайте ногами. Учительница спрашивает. Почему из яйца вылупляется цыпленок? Пуцка отвечает. Потому что боится, что из него сделают яичницу. Мадрона, выходи за меня замуж. А колечко с большим бриллиантом подаришь? Ну, лихо ты меня послала. Лихо, лихо. Заходит мужчина в ювелирный магазин. Симпатичная девушка. Мужчина, купите подарок своей девушке. Вот это колечко ей понравится. Мужчина говорит. У меня нет девушки. Продавщица говорит. Они, может быть, такой симпатичный и нет девушки. Мужик грустный так. Мне жена не разрешает. Смотри, шампунь против выпадения волос. Ну, я тоже против. А что толку? Официант подходит к посетителю и говорит. А съешьте, пожалуйста, рыбу быстрее, которую я вам принес. Посетитель спрашивает. А почему быстрее? Официант говорит. Ну, пришла санитальная инспекция. Это что у тебя? Челябинское мохито. Мохито? Это ром и мята? Челябинское. Водка и укроп. Привет. Давно не виделись. Ну что, твой опалдой еще в школу ходит или уже работает? В школу? Да ну, в какой класс? Восьмой, девятый, десятый. Что, сразу в три? Ну, он там, история преподает. Жизнь несправедлива. Сейчас, сегодня, электричка опоздала на 15 минут, и я его подождал. А стоит мне опоздать хотя бы на минуту, хрен меня кто подождет. Внук спрашивает. Бабушка, а что будет, если я буду есть киномодифицированные продукты? Бабушка говорит. Вылезтишь сильным и крепким. Внук. А на кого я буду похож? Бабушка говорит. На шрека. Ты почему считаешь меня самой болтливой? А ты единственная женщина, у которой этим летом даже язык загорел. Указывается, колено арестовали. За взятку, пять лет дали. Да, нарежи. Только что я нормально жить начал. Да, ребенку два года. А ребенку-то за что? Бабушка, нарисуй, пожалуйста, чай в стакане. Мам, с сахаром или без сахара? Бабушка, ты кого больше слушаешь? Папу или маму? Маму. Почему? Она больше говорит. А скажите, правда ли, что вы видели лохмерское чудовище? Слушайте, правда. И даже потом полтора года лечился, чтобы больше его не видеть. Помню, в юности бывало, ведро пива как нефиг делать выпивал. А теперь вот только полветра могу. Что, здоровье совсем слабое стало? Не, морда Даша не пролазит. Твой полкан опять моих курей критиковал. Собарка не виновата. Курей привязывать надо. Вовочка, я же тебя просил не играть со спичками. Папа, я не играл, я прикуривал. Ну, привет. Привет. Как дела? А, жена выгнала из дома за непосвящаемость. Я вчера собрался уходить с работы за пять минут до конца рабочего дня. А начальник в это время зашел к нам в офис и спрашивает, мол, куда я собрался. Я ему отвечаю, что если выходить на пять минут раньше, то толпа в метро несколько раз меньше. Ну, а он что? А он, гад, мне отвечает. А если выходить на пару часов позже, то толпы вообще не будет. Человеческую глупость можно использовать для создания вечного двигателя. А, как? Поставить ручку, написать на ней, не крутить, и все. Говорят, папы его лета не будет. А папы будут? А, будут? Ну, тогда пофиг. Вовочка допустила в одном предложении очень много ошибок. Мария Ивановна велела ему переписать это предложение 50 раз. На следующий день проверяет и говорит. Вовочка, я же тебя просил написать 50 раз, а ты написал только 30 раз. Вовочка говорит, Мария Ивановна, у меня проблемы с математикой. Два гаишника, фанаты Формулы-1, сидят в будке и обсуждают последний матч. И видит на дороге, несется к ним, мерз виляет из стороны в сторону в три полосы. Один говорит, наверное, пьяный. Второй говорит, да нет, шины разогревает. Лысый, новый русский заходит в парикмахерскую и говорит парикмахеру. Вот тебе штука баксов и чтобы у меня была пристёжка, как у тебя. Парикмахер удивлённо смотрит на нового русского, потом на себя. На пачку денег. На зеркало. И говорит, эх, была не была. И начинает сбрить себя на лысо. В школе учительница говорит, сегодня у нас контрольные. Плантинка спрашивает, а можно пользоваться калькулятором? А можно? Другая плантинка спрашивает, а можно пользоваться таблицами в Радисе? А можно. Итак, записываем тему. Отменно крепостного права. Встречаюсь одновременно с двумя мужиками и не знаю, которого из них выбрать. А что тебе сердце подсказывает? Ну, сердце подсказывает, что не страдай ерундой. Муж узнает, убьёт. В первом классе идёт урок про родоведение. Учительница спрашивает, какие голоса издают животные. Петя отвечает. Собака кричит, гау, гау. Маша отвечает. Коровка кричит, муу. Вовушка тянет руку. Ну-ка, Вовушка, скажи. Мария Ивановна, я знаю, слышал, как говорят моржи. Они моржи говорят. Ух, какая вода холодная. Уезжая в командировку на месяц, мама попросила сына поливать цветы раз в три дня. Месячная норма усадков выполнена цветы за 10 минут до её возвращения. Когда едешь с женой за отверткой, невозможно вернуться без фруктов, овощей, ветчины и сыра. Сходил муж в магазин, купил себе пиво, для жены мороженое, и теперь сидит обиженный, мороженое ест. Завтрак. Мама уговаривает Вовочку съесть утром манную кашу. Вовушка говорит. Не буду есть на завтрак манную кашу. Не люблю, когда с утра каша в голове. Дочка говорит. Папа, купи мне новый ноутбук. Отец говорит. Не, не пойдёт. Ты будешь постоянно дома сидеть, в него пялиться. Дочка говорит. А, ну тогда, можно я с друзьями пойду погуляю с ночёвкой? Сегодня праздник. А пертуха из зоны вернулся. Отец говорит. А, так, так. Тебе какой ноутбук? Большой или маленький? Что у тебя за диета? Невкусная и нельзя. И помогает? Не знаю, но соблюдать легко. Мужик показывает другу квартиру. Друг у неё обнаруживает на стене медный таз. Друг спрашивает. А зачем это так, прикреплён? А этот мужик говорит. А это говорящие часы. Как это? Он бьёт по тазу кулаком. И из-за стены остаётся голос. Ну, два часа ночи её каннебай. На московском перекрёстке устанавливается шикарный бенглит. Рядом устанавливается точно такой же. Первый, увидев коллегу по счастью, взорвается кивком головы и просит опустить стекло. И говорит. О, добрый день. Наверное, тоже шаурмен. А тот говорит. Шаурмен, дорогой. Видишь этого человека на фотографии? Да. В 6 вечера заберёшь его из детского садика. Пьяный, окуренный водитель звонит в милицию. Алло, милиция. Вы меня машину обокрали. Магитону украли. Руль открутили. Даже педали отпилили. Милиционер говорит. Будем искать. Через 5 минут звонит опять. Ай, виноват. Простите, пожалуйста. На заднее сиденье сел. Начальник спрашивает. Почему ты опоздал на работу? Мужик говорит. Да, будильник сломался. Начальник говорит. Ну, скажи честно. Наверное, напился и разбил? Мужик говорит. Ну, если честно. Накурился и разобрал. Смотрена. Я куплю тебе кольцо с бриллиантом. Потом норковую шубу. Яхту. А потом. Слушай, Петруха. Купи хотя бы стакан сока. Радость запить. На железнодорожном переезде случайно устанавливается Бумбер X5. Водитель не успеет вылезти. Как поддерживающий поезд скрежетом тормозит, но не успевает. И поэтому Бумбер летит в ковет, переворачивается несколько раз. И потом выходит ступень пьяный, новый русский, целый. И подходит к машинистам. А ребята, у вас все в порядке? Идет задумчивый театр компании по городу. Навстречу ему идет бомж. Бомж ему говорит. Дайте 100 рублей. Театр компании говорит. А зачем вам? А я возьму, выпью вонки, буду валяться под забором. Театр компании достает телефон, звонит и говорит. «Алло, отдел кадров, увольняйте главного бухгалтера. Я нашел честного человека». Идут трое по пустыне. Один носит дом, другой телефонную будку, еще один лопату. Им повстречался четвертый мужик. Он у них спрашивает. «А зачем вам эти вещи?» Который нес лопату говорит. «Если появится лев, я смогу закупаться в землю». Тот, который нес телефонную будку, говорит. «Если появится лев, я закрою телефонные будки». Тот, который нес лом, говорит. «Если появится лев, я брошу лом и смогу убежать быстро». По местному павильону на рынке бегает женщина, загруженная сумками. Вдруг она устанавливается возле свиной головы, смотрит на свиною голову и произносит «Блин, забыла мужу сигарету купить». Почему никто никогда не видел полсты шахматистов? Потому что шахматы это спорт. социально коммерческих музыкантов разговаривают со своими музыкантами. «Если играете на похоронах, хотя бы делаете лица погрустнее». «Петуха, вот это тебе тоже особенно касается. Кстати, почему ты вчера хлопал в ладоши?» Петух говорит. «Я тарелки дома забыл». «Слушай, а компот варят только из фруктов или из овощей тоже? Компот из овощей? это борщ». Чудак лежит на пляже и мечтает. «Хочу, чтобы у меня там на прикормке стояла двуэтажная вилла». «Голос сверху!» «Получи!» И раз появляется вилла. Потом чудак мечтает. «Хочу, чтобы в гамаке качалась офигенная блондинка». «Голос сверху!» «Получи!» И раз блондинка. «Хочу, чтобы…» «Вообще-то, а кто это?» «Голос сверху!» «Белая курячка!» «Какой же дурой я была в молодости!» «Ты нет, нет у меня!» «Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу!» Через некоторое время опять спрашивает. «А у вас тёжки есть?» Парень говорит. «Да нет у моей тёжки!» «Чего вы представили?» Она говорит. «А мне вас стричь так легче!» «Когда я вас спрашиваю про тёжку, у вас волос дыбом встаёт». «Милый, я хочу что-нибудь романтического уже!» «Конечно же пельмешки долевливай, а я зажгу свечу, водочки себе налью». «Привет! Как погудели на выходных?» «Да никак!» «Снова машинист не пустил в кабину тепловоза». К дню сельского хозяйства геномортифицированные продукты подготовили большой праздничный концерт. Уходя в магазин, жена предупредила мужа. «Будешь варить пельмени, кидай в кастрюлю по одному, чтобы не слиплись». Когда пришла из магазина, злой муж варил шестой пельмень. «Ты не поверишь, я вчера сфотографировал снежного человека». «Ух ты, покажи!» «Я удалил, он моргнул». «Этлюха, наверное, я уже никогда не смогу выйти замуж». «Да нет, кто-нибудь да лоханётся». Идёт суд. Жена говорит, «Я требую развода. Мой муж продал все кастрюли во время моего отсутствия, а деньги пропил». Муж говорит, «Я тоже требую развод. Моя хозяйственная жена обнаружила отсутствие кастрюль только через две недели». Илья муромец спрашивает, «Змей Горыныч, а чего ты теперь только с одной головой ходишь?» «Змей Горыныч говорит, «Так ведь кризис, блин, одну голову только можно прокормить». мухают два мужика. Один говорит, «Моя жена когда напиваюсь дерется с кускалкой». Другой говорит, «А ты одевай на голову кастрюлю?» На следующий день спрашивает, «Ну как, мой метод помогает?» А тот говорит, «Да, отлично помогает. Жена в этой кастрюле ничего не видит». «Ух ты, какая у тебя совака! Зачем завела? чтобы по парку поздно вечером не страшно было гулять». «И зачем тебе в темноте гулять?» «Как зачем? А собаку-то выгуливать надо, неужели непонятно?» Во время учебных стрельб командир урудия докладывает, «Товарищ лейтенант, снаряды гончились», лейтенант говорит, «Все до одного?» Командир урудия говорит, «Так точно!» лейтенант говорит, «Прекрати стрельбу!» «Я уже готова к детям». «А я нет». «Ну ничего не поделаешь, лето заканчивается, надо их забирать из деревни». «Надо бы венец лазить, узнать, как там наши сыграли вчера». «Не надо никуда лазить, наши профукали 2-1». «А ты откуда знаешь?» «Ну ты-то спишь как сурок, а я слышал, как сосед за стеной кричал «Один раз гол! и два раза балбесы кривоногие». Говорят, что употребление молока делает человека сильнее. «Выпей пять стаканов молока и попробуй отодвинуть стену, у тебя ничего не получится». «А теперь выпей пять стаканов водки и вуаля, стена движется самостоятельно». «Марлёна, что бы ты сделала, если бы я выиграл лотерею?» «Наконец-то развелась без с тобой алкашом и забрала половину». «Отлично, я сегодня выиграл две тысячи рублей, собирай свои тысячи и проваливай». Тем, кто по воскресным утрам делает пробежку и получает от этого удовольствия, это вы еще до обеда на диване подожжать не пробовали. «Вчера видела привидение». «Да ну, а чье?» «А Петух и Петрова, помнишь, из параллельного класса». «А где?» «В ресторане за соседним столом». «А с чего ты взяла, что это привидение?» «Ну, он тогда сказал десять лет назад, что жить без меня не сможет». «Мужик в баре нажался в доску. Встать хочет, но не может. Падает. Встает, опять падает». «Ну, и решил идти домой ползком, добраться до дома. Приполз домой, тихо дверь открыл, чтобы жену не разбудить. разделся и лег спать, как в тем не бывало. С утра не успел проснуться, как жена начала урать. «Опять зараза вчера напился?» «Мужик говорит, не понял». «Звонили из бара, сказали, что ты снова свою инвалидную коляску там забыл». «Хранить секреты надо в надежном и безопасном месте, но только не в голове, которая оснащена языком». Тёжка решила проведать, кто из детей ее больше любит. Прыгнула в колодец и кричит «Спасите! Тону!» Старший зять подбежал и вытащил ее. На утро просыпается стоит Волга, подарок от тёжки. Средний зять то же самое, только подарок мотоцикл. Пришла очередь младшего брата. Тёжка начала тонуть. Младший зять подбегает и про себя думает. Старшему она Волгу подарила, среднему мотоцикл, а мне что, самокат? Взял да и топил ее. На утро просыпается, смотрит, стоит Мерседес, подарок тесте лучшему зятю». Туристы заглядывают в кратер вулкана и удивляются. «Надо же, как в аду!» Кит устало вздыхает. «Ну, везде они были, все они видели». «Мы же приехали закупиться продуктами на неделю, но я и закупился. Пивом? Но там еще сыр-косички на дне тележки был». жена по страхам развода запретила мужу называть тещу змеей. Муж перестал. Теперь после приезда тещи выдает. Мама приползла. Мухает два мужика. Один говорит, «Моя жена, когда напиваюсь, дерется с кускалкой». Другой говорит, «А ты одевай на голову кастрюлю». На следующий день спрашивает, «Ну как, мой метод помогает?» А тот говорит, «Да, отлично помогает. Жена в этой кастрюле ничего не видит». С одной стороны, конечно, бабам хорошо. Встала с утра пораньше и нарисовала себе лицо, которое сама себе хочет. А мужикам, какой достался, то с таким и живи. Отец говорит Вовочке, «Опять кол по геометрии, ну-ка быстро в угол», Вовч говорит, «А угол что это?» «Как выпустить кота на улицу?» «Открываешь дверь, терпеливо ждешь, пока он подойдет к двери, подвешиваешь ему пендаль, потому что этот паразит встал на пороге и размышляет». «Мне пожалуйста сок пшеничный без мякоти». «Чего-чего?» «Что-чего?» «Водку давай!» Раньше монетизировать свое хобби было проще. Пункты приема стеклотары были на каждом углу. Я, конечно, понимал, что когда буду менять квартиру, в первое время мне будут приходить пустовые отправления для бывших жильцов. А вот что на такси будут привозить пьяных в хлам этих самых жильцов, как-то не подумал. «Удивительно! Как может машинист точно выехать в тоннель? Я даю в гараж не всегда точно попадаю». «Это наверное потому, что он хорошо знает дорогу». В университете идет лекция по философии. Профессор объясняет студентам разницу между сознанием и материей. «Мы не можем мыслить на 15 сантиметров или например подумать на 2 килограмма». А студент говорит «Зато сообразить наполнитель запросто в автобусе». «А бабуля, я то еду до центрального рынка». «Нет». Пассажир выходит, бабуля крохтя и усаживаясь на его место. «А я то еду». Совы могут повернуть голову на 270 градусов. Тому жаворонку, который решил утром пошуметь. Завтра буду пить водку. Так что отключайте телефоны, закрывайте профиль, а то буду звонить, заходить в гости, комментировать видео. Так что кто не спрятался, я не виноват. Пара нючит девушку. Вот теперь берешь флешку и вставляешь ее в фото про дождь щелчка. Я сказал дождь щелчка, а не до хруста. Пьяный муж приходит домой, открывает входную дверь и теряет сознание. Уснувшись, он спрашивает. «Солнце мое, что это было?» Жена говорит. «Это был солнечный удар». В песочнице сидят две маленькие девочки. Одна говорит. «Моя мама купила ребенка, но она уверена, что ее обманули». Другая спрашивает. «А почему ты так думаешь?» Первая говорит. «Она его каждый день взвешивает». «Матлена, какой хороший был у тебя вчера торт». «Я его в магазине купила». «А точно такой же сама испечешь?» «Из чего? У нас николитомат натрия нет, ни Е 517, ни Е 14 52». Поспорили на корабле штурман и старший механик. У кого работа сложнее. Ну, решили поменяться. Кто первый придет, у другого совета просить. Тот и проиграл. Сидит штурман в машине. Все нормально. Когда через несколько дней начал греться подшипник. Что ему только не делали. Ничего не помогает. Когда уже вот-вот заклинит, делать нечего. Пошел штурман сдаваться. Приходит штурманскую руку. Так и так твоя взяла. Пошел не греться. А ничего сделать не могу. Сами что-то чертят на карте и задумчив так. Как же ему не греться. Третий день по пустыне идем. Приходит мужик в аптеку и спрашивает А скажите пожалуйста что у вас есть от горла. Аптекарша перечисляет мужик записывает потом спрашивает А скажите пожалуйста что у вас есть от боли в ухе. Аптекарша перечисляет мужик записывает потом спрашивает А скажите пожалуйста для носа у вас что имеется. Тут аптекарша не удерживает А не проще ли обратиться к лору, а тот говорит, не проще, я сам лор. У блондинки вилят на самолет на эконом-класс, но она села на места, где бизнес-класс. Подходит к нему пилот и говорит, садитесь на свое место, а то ни в какую. Другой пилот говорит, я ему сейчас помогу, у меня жена тоже блондинка. Подходит к ней и говорит что-то на ушко. Блондинка тут же встает и идет на свое место. Все удивленно спрашивают, а что ты ей сказал? Что ты ей сказал? Я ей сказал, что бизнес-класс не летит в Пекин. Ученик спрашивает, Василий Петрович, а в России есть пирамиды? Учитель говорит, да, Вовочка, есть, только они измеряются не в метрах, а в миллиардах долларов. Приношу извинения, что сегодня я не бритый, не могу бриться перед сном, не высыпаюсь. Лицо с подушки соскальзывает. Мимо пролетели две вороны, у каждого в клюве по пластиковому стаканчику. Умом я понимаю, что они распотрошили мусорные баки, но сердцем чувствую, что где-то наливают без меня. Когда нам грустно, мы нажимаем на кнопку и слушаем подходящую музыку. А в 18 веке пришлось бы вызывать к себе Моцарта. И не факт, что он не послал бы нас нафиг. Хакер смотрит фильм ужасов на ютубе. И вдруг он видит, как главная героиня идет по коридору, а сзади раздаются чьи-то шаги. Хакер кричит, сохраняйся, сохраняйся. Утром хорошо просыпается только сахарный песок мимо чашки. Дочь спрашивает у матери, мама, а ты раньше любила сериалы? Мать говорит, да ты что из Аура? Конечно нет. Автобус час пик. Заходит бабушка с внуком. Бабушка кричит. Петруха, ты еще живой? Внук угрюмо. Живой, живой. Последняя жизнь осталась. Муж и жена пришли в театр. Сидят и во время спектакля жена начала шипеть на мужа. Петруха, я же тебя просила поменять носки. Муж говорит, да я поменял. Так и знал, что ты не поверишь. Вот взял с тобой доказательства, вот они в кармане. Как ты терпишь свою жену? Она у тебя постоянно пурчит, пилит, цепляется каждой мелочи. У нее когда-нибудь бывает хорошее настроение. Этого еще не хватало. Когда у нее хорошее настроение, она еще и поет. В лесу большой праздник. Все его обитатели пьяные в хлам. Поют, танцуют, песни орут. Мимо проползает пьяный взюзи медведь и довольный, со сливой улыбкой начинает. Фу, наконец-то! Слава тебе, господи! Маша замуж вышла. Троллейбус. Сидит мужик глубокой задумчивости, с пустыми глазами. А время от времени повторяет. Ну нафига я их позвал. Контролер не удерживает. Подходит, делает мужику замечание. Видит, что с мужиком не все нормально. Подсаживается, о чем-то беседует. И тут контролер на весь роллейбус. Ну нафига ты их позвал? На установке заходит милиционер. Пассажиры жалуются на странного мужика. Милиционер подсаживается, внимательно выслушивает истории и говорит, ну нафига ты их позвал? Тогда пассажири просят мужика рассказать, в чем дело. Мужик говорит, иду домой, захожу под воротню, а тут подходят трое и говорят, гони шапку, кошелек. Что делать? Отдал. Смотрю, а на земле хорошая арматура валяется. Хороший такой кусок. Я мужичкам кричу, ребята, а у меня в часы хорошие остались. Они возвращаются. Я за арматуру, а она примерзла. Все пассажиры в один голос. Ну нафига их ты позвал? Подписываемся, кликаем на колокольчик.